Так, я не знаю, мы не будем их воздать, наверное? Я сам поздно пришел. У нас еще есть не все сказано по поводу Мишны 15. Мы еще добавим немножко, еще потом, в следующем Мишну посмотрим. Это на 20-й странице в стандартной нашей книге. Да, это телефон мы все выключаем, да? Вы включили наоборот? Будет слушать, Хайм заболел. А Хайм заболел? А, так будет слушать? Хорошо. Надо проверить, как это будет. На своем утре. Да, рифма шлейма пожелаем. Еще раз. Йорцает моего папа. Йорцает папа. Давид был Исраэль. Давид был Исраэль. Когда Йорцает? Сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Большое дело. Деврейторали Илуйны Шама. Нет ничего выше Тора. Это самое лучшее, что можно сделать, это Илуйны Шама. А что его слышит? Мы не начали даже урок еще. Вы же говорите, важно. Так он слышит уже это? Слышишь? Я слышу, как он говорит. Мы тебя слышим. Говори. Ну, давай, будем пытаться. Я держу прямо рядом с травм трубку. Хорошо. Значит, все открыли, да, Шамай? Мы еще раз должны тут кое-какие вещи. Как вы знаете, у нас всегда какие-то грани. Прямо записывать по минутам, да? Хорошо. Какие-то грани, поэтому у нас никогда не бывает полностью все. Просто нужно где-то прекращать. Поэтому как бы волонтаристским путем считаю, что мы закончили Мишну. Мишна, 15-я, страница 20-я, в стандартной книге. Как? Вот. Как? Хорошо. Сюда мы еще... Человек приехал так издалека. Дадим ему это полминуты поставить его магнитофон. А вот и часы тут даже есть вроде бы. И точные часы. И 49 уже? Ладно. Давайте начинаем. Шамай Омер Асет Радха Кева. Мы разбирались с разных позиций. Сегодня новую вещь посмотрим. Значит, сделай, чтобы Тора твоя была постоянной. Что сегодня мы хотим сказать? Если... Мы говорили о времени. Да? Мы в прошлый раз говорили, чтобы сделать так, чтобы постоянно изучать Тору. Дневное время, ночное время. Есть еще Квиюта Тора. Мы говорили, что Валам Аббад даже спрашивает об этом. Каватай Тимна Тора. Это очень важно. Есть рассуждения у наших учителей, что речь не вообще, как я говорил, очень, так знаете, либерально. В любое время дня и в любое время ночи. А это правильно все. Но если ты хочешь повысить качество, то надо тогда определить, какой час дня и какой час ночи. До следующего определения. Скажем, не меняется время, всегда одно и то же время. Нужно будет поменять, может быть, потом поменять. Но главное, Торадха Кева, это значит, нужно, допустим, каждый день, каждое утро, 8 утра этим заниматься после Шахарита. Например, или в 12 дня, это не важно. И каждый вечер в 9 вечера. Это называется Квиюта Тора. Это более высокий. И к этому еще добавляют, что, например, не только время и все, но Квиюта Тора это количество. Например, один лист Талмуда, одна страница Талмуда, две головы из какой-то книги, два абзаца, две главы из какой-то книги. Не важно что-нибудь, что ты определяешь, что это является нормой. И вот эту норму надо делать, либо норму по времени, либо норму во время, и там не важно сколько, с 12 до 2 я изучаю Тору каждый день, сколько будет, столько будет. Или, наоборот, каждый день должен столько-то изучить. То есть, есть определенные нормы, я вам рассказал, и временные, и количественные, и качественные, каждый по-своему определяет. И он может потом поменять. В этом нету недера. Потому что заранее нужно вообще привыкать, раз в год сказать, перед Роша Шанай, я не даю никакой недер. И если я дам, то он случайный. У нас, в принципе, кол недре это имеет в виду. Но нужно тогда иметь в виду, когда ты говоришь. И перестать давать всякий недер. Или там даже обещания или прочее, вот я так буду делать, не так буду делать. Нет такого. Ты будешь делать, как ты можешь. Главное только стараться. А на небе знают, стараешься ты или симулируешь старания. Это разные вещи. Так зачем говорить недер? И так известно, кто ты такой и что ты такой. Вот, поэтому можно менять. Я каждый день буду с 8 до 9 утра учиться. А потом вижу, что мне не идет это дело. Так я буду с 11 до 12. Это не значит, что ты должен недер отменить и все. Потому что я уже заранее сказал, что не хочу никакой недер отменить. Никогда. Значит, это кью-то-тора. Но теперь сегодня я хочу сказать совсем другое. Асе-тор. Тут же очень интересно сказано. Не тиква тора-тха, а асе-торатха кева. То есть, тора твоя должна быть, иметь какое-то качество, которое называется кева. Постоянство. Так может быть, это что-то другое уже имеется в виду тоже. И тогда мы приходим вот к чему. Что такое глубокую мысль надо знать. Что если человек не учит лишма, он изучает тору, чтобы критиковать учителей. Или чтобы искать там слабые места, плохие. Или что-то такое, чтобы удовлетворять какие-то неправильные мысли. Например, вот как бы найти что-нибудь такое, что покажет, что это неправильно, или что не так, или все не так. Короче, это кто-то так учит, он не учит тору. Он даже может знать вдоль и поперек все. Но знание равно нулю. Просто ноль. Нет никакого учения такого, которое ты учишь с тем, чтобы в минус что-то сделать. Ты учишь для того, чтобы... Ты понимаешь, что Всевышний дал тору. Ты понимаешь, что... Я извиняюсь, что это все, то, что я говорю, это известно, но это не всегда понятно. Ты понимаешь, что... Эту тору получили те поколения, которое стояло у горы Синай и передает из поколения в поколение через учителей. И когда ты учишься учителей, это все равно, что ты на горе Синай стоишь. Учителя разные. Один такой, третий, десятый. Единственное, что учитель тору, тот, кто преподает тору, а не тот, кто, конечно, вчера открыл книгу, что-то понял, уже... Это же не учитель тора. Учитель тора, он требует тоже кева. Квьют, что он какое-то количество лет преподает, что у него есть какие-то ученики, что ясно, что он знает немало и видит много и прочее, прочее. Так это учитель тора. Нельзя так просто... Каждый, кто открыл эту книгу, завтра же будет учитель тора. Хотя я первый, кто говорю, мы что-то учим, рассказывайте людям. Пожалуйста. Но это не будет называться, что это учитель тора. Это будет называться Маасим Товим, который вы делаете. И вам это будет все... Каждому, вернее, будет все записано, как Маасим Товим. То есть это блестящее, правильное поведение. На уровне здаки, на уровне Маасим Товим, на которых держится мир. Но это не значит, что кто-то делает, он уже учитель тора. У чей тора некой такой неформальный выбор есть. Как выбрать, что это значит. Так, это все... Как неправильно учить тора, я говорю. Для того, чтобы там критиковать, для того, чтобы что-то выискивать, для того, чтобы что-то найти недостатки. То есть ты смотришь на тору не как святость, перед которой ты дрожишь. Это слово хорода даже. Хорода так вот. Ты дрожишь от этого. Ты беспокоишься. Ты в почтении находишься. Ты чувства совершенно такие имеешь. А ты, или какие-то цели такие, например, чтобы показать, что кто-то неправ, или кто-то плохой, или кто-то дурной, или кто-то это... То есть то, о чем даже думать невозможно, что кто-то из учителей хоть раз ошибся, этот человек начинает копаться в этом и выискивать своим маленьким умишком. Тут я могу смело сказать. Если он такой, это на уровне мыши ум, если не муравья. То есть не хочется обижать животных. Таким маленьким умом он руку поднимает на наших учителей. Это штое совершенно. Вот. И тогда, кто учит так, даже каждый день, много часов, это вот Тора Ло Кева. Это не Кева ничего. Это не Тора. А где его Тора будет? Он все-таки часами сидит и занимается. Он изучает, и Талмуд смотрит, и Тот смотрит. То есть все, что угодно он смотрит. И где его Тора тогда будет? Если он так учит, как я описал, чтобы бросить тень на учителей и на все. То есть бесконечно пытается найти какие-то ошибки, неправильности и прочее, прочее. Его Тора будет находиться нигде. Она будет находиться в том месте, в высоких слоях мира, который называется Галгалим. Есть мечта Мехескеля, мы там находим, он там описывает в первой главе, это знаменитое свое видение мира. И там есть помимо всего и Галгалим тоже. Офаним, Галгалим, там Хайота Кодыш. Всякие вещи с него в других книгах. Это значит, это бесконечно крутится по бесконечной спирали, никуда не идет, нигде не остается, никуда не зацепляется, ничего не строит. То есть этого нет. Потому что когда что-то строит, ты кирпич на кирпич кладешь. И твой маленький кирпич, часть всего здания, ты строишь Бетник Даш, ты строишь Тикуну Лам, ты строишь все, что хочешь. Неважно. Эхат Марбе, Эхат Мамид. Это не имеет значения. Один больше, другой меньше. Но это все кирпич для строительства Бетник Даш, Тикуну Лам и такие вещи. А если ты не так, смотришь на это, вся твоя Тора, она просто летает в космических, неофизических, духовных мирах, никуда не прикрепляется, никому не нужна, она не имеет последствий, она не имеет результатов никаких, она равна нуля. Мы знаем, что есть такое, может вы слышали, наказание людям, которые против выступают Торы, против учителей и все. Кафа Кела. Я написал один раз ответ на сайте. Не обязательно все тут должны помнить все мои ответы. Я сам не помню, может успокоиться и не волноваться. Я сам первый, кто не помнит свои ответы. Но я знаю, что Кафа Кела написал. Каф – это ладонь, а Кела – это колено, это проща. То есть душа выбрасывается в духовно-космический мир и блуждает никуда не прикаянное. Столько времени, сколько это продолжается, это тяжелое очень наказание. Такого рода, когда Тора не Кавуа, когда человек не делает свой Тору, как почтение, уничижение себя перед небом и уважение учителей, когда этого нет, то у него нету Торы постоянно. Тора шило мид галгелет. Вот почему он сказал Кева. А сэн Торатха Кева сделай постоянную Тору, а не такую, кто летает по космосу и неизвестно где. То есть вместо того, чтобы были кирпичи, это будет пустое дело. Видите, совсем уже другой тут, грань совершенно другая. Не просто так, да. Я вам даю примеры реальные. Например, сегодня очень многие из тех, кто преподает Тору в Бариландском университете и же с ним подобны. Я не говорю про реформистов и консерваторов открытых, я говорю про скрытых. Это Бариландское. Они в Кипа ходят и шаббат соблюдают. Ну, наверное, хорошо. Это люди, которые пытаются все время Тору превратить в нечто вроде околонаучное предприятие такое, которое стыкуется с наукой, безусловно, подчиняется ей. И все, что нужно, только доказать, что Тора не противоречит науке. Вместо того, чтобы ученые дрожали от страха, что, может быть, их теории противоречат Торе. И пытались бы понять, что их теории не противоречат Торе. На них лагерем. Пусть будет хорошо, пусть будут все здоровые. У меня с этим нет проблем. Вместо этого люди, которые при Торе, они все время бегают и присмыкаются перед другими людьми, что это не противоречит Торе. А какая разница? Пусть противоречит Торе. Не противоречит науке. Или там чего? Чему они говорят? Я это уже не помню. Что Тора не противоречит науке. Или наука, не знаю. Фонарьович волнуется. Почему надо волноваться? Тор это с неба, это эмет. Все остальное, это оболочки. Если оболочка подходит под центральное дело, прекрасно. Не подходит, как говорится, проблема у оболочки будет тогда, а не у Торы. Это лозунг, то, что я сказал. Что такое практика? Практика, когда изучают Тору, обливаясь потом от страха перед наукой, перед материализмом, перед всем. И тогда это Тора не будет кого. Потому что это не было ли, чем шамая. Ты уже начинаешь изучать Тору, потому что ты боишься. Надо как-то прилепиться к материальному взгляду на мир. А не надо совершенно. Другое, потому что саму Тору изучать очень трудно, непросто и бесконечно. Это другое дело. Но это не надо без оглядки на кого-то и на что-то. Религиозные люди, которые занимаются наукой и так далее, их задача успокоить себя и общественность тем, что это не противоречит Торе. Но люди Торы не должны этим вообще заниматься. Ты совершенно не надо ничего волноваться, беспокоиться и доказывать, кому-то не будет. А, конечно, тебе сказать, да, мали ашифли апикорос. Так апикорос это не ученый. Апикорос это религиозный еврей, который упал сильно в своей религиозности и говорит глупости. Надо тогда знать, что ему ответить. Ученый, который не при Торе, он не апикорос. Он никто, по отношению к Торе. Понимаете? С ним не надо ни обсуждать, ничего не нужно. Ему можно рассказывать, можно с ним разбеседовать, можно угостить, все что угодно в рамках человеческих отношений. Но ты ничего не должен такому человеку доказывать, потому что он к Торе не имеет отношения. Например, если бы сегодня пришел к нам Эйнштейн, который был большим ученым, мы бы не должны быть ему ничего доказывать совершенно. Нас бы не волновало ничего, что он говорит, мы бы не слушали даже его. По отношению к Торе мы бы очень даже слушали то, что он говорил в свое время на его уровне, он много интересного и много вложил в физику. Открыл, принес. Мы бы его слушали очень внимательно и с большим почтением, как науку. Я сейчас абстрагирую, что он еврей, потому что если еврей, то плохо. Но допустим, он не еврей. Не еврей, тогда это хорошо. Макс Планк пришел бы, такой физик, мы бы его слушали с почтением, потому что Гой и наука это совпадает хорошо. Тут проблем нет. С Эйнштейном у нас была проблема. Но я абстрагируюсь от этой проблемы. Сейчас она меня здесь не интересует. Я так тому, что Эйнштейн должна волновать его жизнь, и он должен был спрашивать нас, как это ему понять, вот он знает только-только то и то и то в области наук, как это можно приложить к Торе, улучшить, так сказать, в Торе, что-то понять глубже в Торе, применить к Торе, это пожалуйста. А не Тору применить к ним, к науке. Это не нужно совершенно. Поэтому тот, кто так учит Тору, неправильно, как в Бариландском университете, как пример, я говорю, я не обсуждаю каждого человека из Бариландского университета, но пример этот пресмыкание и раболепство и прочее, прочее перед учеными, еще там даже доходят до того, что даже библейскую критику рассматривают вообще, в руки нельзя брать даже. Услову нельзя, нет. Знаете, есть такие придурки 19 века. Я другого слова, я все для записи говорю. Еще раз повторю, придурки 19 века. Придумывали, открывают Тору, находят в одном месте Ашем, в другом месте Лаким. А, так это уже афра, пуме, прах на уста, разные авторы это все писали. Эту книгу нельзя в руки взять, ее нельзя обсуждать, ее не надо провергать. Придет сейчас человек и скажет, что дважды два семь. Мы не должны будем волноваться, да, если человеку пять лет, мы улыбнемся как-то снисходительно, как взрослый ребенок улыбается. Надо же, какой умный, оригинальный мальчик, ему там четыре года, у него дважды два семь. Придет там тридцатилетний мальчик и скажет дважды два семь. Надо так внимательно посмотреть и задуматься, что, почему. Я был у Котеля вчера, история вчерашняя, утром, иду и слышу звук типа муэдзин, что-то такое, фразы какие-то непонятные, совершенно, абсолютно непонятные, и арабского я не слышу, и евритов не слышу, и очень громко. Подхожу ближе, сидит человек на Райхавата Котель, там, где уже перед Котелем, но на расстоянии, там, где сзади у него заборчик этот, на почтительном расстоянии, и каждую минуту выговаривает какие-то фразы, потом минуту молчит и совершенно нельзя понять, так я подошел, я говорю, вы это таймани, потому что таймани надо произносить так, что трудно понять, нет, я не таймани, а что это все значит, может вы мешаете людям, нет, я не мешаю, почему не так думаете, я чувствую, что я не мешаю, когда я чувствую, что я мешаю, я это не делаю, хорошо, а как вы чувствуете, он говорит, потому что у меня тенор, я шарм, и Адама решен, у которых цена такой, каждый свое, каждый свое, он говорит, и то, что я сделал, я воюю с враждебными духовными силами здесь, и их уничтожаю, вокруг, так это показывает, полно враждебных сил здесь, я вот этими фразами, а у него какая-то книга из циферокода, может быть, Мишна или Зогар, что-то такое там, я говорю, так что это значит, почему, он говорит, я читаю так, что никто не может понять, у меня все зашифровано, я тексты читаю только зашифровано, и, да, я говорю, ну, короче, все ясно, я уже ничего не сказал, потом он перешел на реальную жизнь, он сказал, может быть, Квадо и Азор Ресов Ксофимы и Шивашили, да, я говорю, да я как-то не по этой части, и все такое, а что у тебя есть и Шива, нет, он говорит, мне нет, я хочу, чтобы была, да, потому что я хочу, он говорит, людей приобщить, когда мы решили, к этому, у меня особо, я говорю, все это дам, он говорит, конечно все, но у меня особый канал напрямую с ним, не там поколения, какие-то как у нас, у меня просто напрямую Саддама решает, есть новости, есть какие-то новости, это, видишь, я так сказать, понял, что я с ним не хочу больше говорить, тем более стал просить денег, вот, мне не езжай, там всегда дают деньги, но, как-то с ним, мне не хотелось, ему не шекель нужно, ему, видимо, для Ишивы нужно, я откупиться шекелем, может быть, а кто, может быть, и мог бы, в общем, я потерял интерес к этому делу, и пошел дальше, это была история вчерашнего дня, по поводу того, что человек, который человек Тора, для заработка, оказался ученым, он может быть ученым, может быть, ученые преподаватели, может быть, важно 2.4 остается в Торе, без Торе, с Торой, и рядом с Торой, и в Африке тоже, да, это не имеет никакого отношения, я не выступил здесь против науки, я выступил против раболепства, перед наукой, как таковой, по отношению к Торе, вместо того, чтобы ученые раболепствовали, и волновались бы, и не спали по ночам, потому что, может быть, своя наука, они разрушают веру во Всевышнего, каким-то путем, и пусть докажут, что не так, у меня нет вражды, никакой, как ты сам был ученый, нет проблем с этим, совершенно никаким, проблем с нашей стороны только, здесь говорится только про нас, асетуратха кева, ты, который человек Торы, ты должен, чтобы Тора была кева, а не такая, которая летает там, в космический, гилгулим, и все такое, кева, это значит, ты должен ее закрепить, когда ты ее закрепишь, теперь я перехожу уже, к результату ситуации, когда ты учишь Тору, лишма, лишем, тора, тору, потому что это Тора, я учу ее не потому, что она лучше, чем Эйнштейн, или выше, чем Эйнштейн, как все смогли бы, не дай бог, подумать, что мы воюем с наукой, вообще ни в коем, вообще нет, вообще непонятно, а Тора это кадош, и ты ее учишь, потому что это слово, которое кадош Барагу дал, и только это, там нет ошибок, там нет плохого, там нет ничего, там есть только Тора, это называется Тора, лишма, лишем шела, и тогда она становится постоянной, то есть ты ее куда-то закрепляешь, в этих духовных мирах, еще один кирпичик в строительстве Петь Микдаш, или Тикун Алан делаешь, и это то, что ты должен делать, и кто сказал, тот и знал про Шамая, как его звали, Шамая, как я вам уже рассказал, Гелеле Шамая, кто они такие, беседы, это понятно теперь? Можно вопрос? Да, не выходило все, если можно чуть-чуть расширить, ему пора, лишь ему, в плане понимания, это когда человек учит Тору, и перед этим, когда он учит Тору, у него есть чувство, что этот свет Акадош Барагу, он попал в эти сосуды, каждая буква, это сосуд, не будем здесь разбирать, еще, может, придет время, я больше расскажу здесь, но, что есть свет Акадош Барагу, попал в эти сосуды, каждая буква, это сосуд, в итоге выстраивается целая структура, музыка и прочее, как музыку нотами записывает, точно так же свет Всевышнего буквами записывает в Торе, и только в Торе, нигде в другом месте нет, напрямую, так, есть косвенно только, и когда он это учит, все, у него такое вот ощущение высшего пиетета, он доволен, это же Ашрейну Матов Хилкейну, что ты имеешь возможность час в день, полчаса в день, четыре часа в день, двадцать четыре часа в день, это никто не может, насколько кто может, неважно, ты имеешь возможность прикоснуться к тому, что Акадош Барагу принес в мир во время его сотворения, заложил все в эти вот эти йод, и ты имеешь возможность этого касаться, столько ли фи шорож нишама, столько, сколько человек может понять, сколько он может принять, сколько он может освоить, каждый по-своему, нету, все люди индивидуальные, и один интересуется алишма, алахот, а другой агадот, а третий мидраж, а четвертый гемора, а пятый мишна, а шестой там сидит, ничего не понимает, книги зор, она читается, получает от этого удовольствие, и впрочем, каждый, что он хочет, что он может, главное, только чтобы он получал удовольствие, чувствовал, что это слово Всевышний, это есть лимута ралишма, примерно, в другой раз я еще добавлю, что нет, но сейчас это уже более нет, так, дальше он сказал, эмор мя адваси арбэ, после того, мы уже определили, как изучает Тора, чтобы Тора была, кирпичом, кирпичиком таким, да, выстроение мира, он говорит нам, Шамая, чтобы ты своими, амирот, амирают высказывания, ты своими высказываниями, ты должен их такими делать, тоже привязанными к небу, так сказать, лишем Шамаем, как говорится, что они будут создавать много духовных явлений, каждый высказанный человек, создает духовные явления, это Шамай нам не должен говорить, это у нас, есудот, устройство мира, основы устройства мира, но он говорит так, эмор мя адваси арбэ, это значит, твои амирот должны быть некоего качества, мы уже понимаем какого, которые делают много, то есть они должны быть результативными, какие амироты являются результативными, и тут хидуш, и в этом, так сказать, хидуш его, и то, что я хочу донести, до нас, это значит, твои амирот отражает твои амирот, твои амирот, за Галучхина, за проблему, что мир ламитукан, то есть несовершенен, мир наш, еврейский мир, несовершенен, наша работа очень-очень далека от такого уровня, который надо было бы сегодня уже, она немаленькая, мы что-то тоже умеем делать, это очень далеко от того, что должно было быть, и как мы бы хотели, чтобы было, и когда у тебя есть переживание за это, и когда ты высказываешь какую-то мысль, которая упакована, между строк там, вот это переживание, это как бы лишма тоже, в некотором смысле лишем шамаем, то тогда это будет эмормиат ва сербе, почему? Каждая мысль любого человека, каждый высказывает, порождает малах, в мире и цера, мы в мире осяяна, в мире и цера, наша душа порождает малах, если ты говоришь глупости, то это плохо, если наоборот, хорошая вещь, то это хороший малах, он будет влиять на этот мир, и все, но если ты говоришь, вот так я сказал, с переживанием, емко, так сказать, действительно искренне и все, то ты порождаешь большой результат, и этот результат называется, в книге Зор, это называется, значит, ты порождаешь шамаем хадашим в эрец хадаша, новое небо и новую землю, не новое небо, как новое небо, но ты кусочек неба маленький создаешь, и кусочек земли создаешь, что такое шамаем, это, это Тора, да, шам маем, там Тора, маем, вода, это Тора, что такое эрец, от слова рацион, рацион ошель, то есть ты, вносишь в этот мир, в котором мы живем, на любом уровне, на высоком, шамаем это высокий уровень, уровень мира, но ты туда, выносишь, приносишь Тору, который, безусловно, существовал еще до сотворения мира, но у тебя захуд, заслуга, что ты вот взял этот кусочек Тора и принес в этот мир через Амира, ты же сказал, что, значит, ты это, не важно, хорошо сказать, так он тоже там в другом месте, далеко, где тоже это сказал, сейчас, до тебя, или после, это меня не интересует, это же я должен сказать, я внесу в этот мир кусочек Торы, который, так сказать, как, знаете, кристаллизатор вот этот, кристаллизовывает, и сразу происходит, обвальный такой, знаете, процесс, быстро, кристаллизация, что мир меняется, это, Шамаем Хадашим и Аретс Хадаша, так книги Зоор, в начале книги Зоор, там, где еще, до Берешит, есть такой типо введения, Агдама, в книге Зоор, так это там, как об этом говорится, Шамаем Хадашим и Аретс Хадаша, так. Как получается, что, когда мы с вами, высказываем, создаем, не знаю, лицера Аллаха, создать мы его можем, а управлять мы им не можем. А вот этот человек не родился, чтобы управлять, он родился, чтобы делать Шамаем Хадашим, Шамаем Хадашим, он, Литакен Улам родился, это его задача, он сделал хорошее дело, Малах Тов, сделал другое дело, не такое, Малах Лотов, его задача, Тритакен Улам, а не управлять кем-то, управлять Акадош Барвуоне человек. Не Улам, а вот, ну я сказал, так как бы, вот это твоя задача, ты должен построить, кирпичик, приложить кирпичик, чтобы стенка выросла, заложить дырку в стене, ты заложить, ты ничего не должен, не поехать. Ты ничего, ни на какой машине, никуда не едешь. Нет, нет задачи у человека, ехать на машине, я говорю, о духовной машине, мы говорим, никакой задачи, он, душа приходит в мир, вооруженная, потенциалом, этот мир сделать лучше. Не абстрактно, поэтические высказывания, сейчас вы даете, мы новый мир построим, и прочее, прочее, то, что там придурки. Делать лучше, это, Алпи Малхут Шадай, мы говорим в Алену и Шабеях каждый день, Алпи Малхут Шелло, еш Малхут Шелкадош Баругу, Малхут это его реализация воли, его имя Шин Далет Ют, означает его свойство уметь реализовать, Малхут Шадай это умение, это Малхут, результат его умения Всевышнего, ты в этом деле участник, потому что он же не может сам делать без нас, мир же был сделан, после того, как он тимцем это тьмо, как бы, так сказать, в каком-то смысле, создал возможность, тимцу, нельзя точно перевести это слово, но каждый понимает, как хочет, не важно, оно не понимается никак, нет однозначного понимания этого слова, но можно сказать так, для нашего урока, он как бы сжал свое присутствие, чтобы дал возможность, быть миром не уничтоженным, от его ослепительного света, он уменьшил свет, поэтому мир может быть, если бы свет был, как рядом с Солнцем, нельзя находиться, космический корабль запустит в Солнце, сгорит, должна быть дистанция, расстояние, это тимцу, это тимцу, вот, и тогда мир, какой он уже есть, и все, все эти поломки произошли, дальше надо его ремонтировать, чтобы ремонтировать, должны быть представители этих ремонтных задач, это мы, мы ремонтируем, у нас нет задачи, не ездить на машинах, не управлять каким-то малахим, ничего, так устроен мир, что каждая мира, высказывает, порождает малах, это такой же факт, как если я 100 метров пройду, я сделаю 100 шагов, я пройду 100 метров, допустим, для простых, мне нет задачи управлять этим участком земли, просто так устроен мир, что 100 шагов продвигает меня на 100 метров, 100 амирот создают 100 малах, это просто устройство мира, такое, я вижу, что, амирот, это же все равно, что весь мир, мы вообще не знаем, он, как говорится, эти правила, к нынему не амирот, нет, мы же его не понимаем, мы о нем не в женщине говорим, когда его амирот, мы понимаем, потому что у нас есть амирот, но что такое амирот, мы никогда не говорим, воем арашеме и ор, что это значит, он сказал, чтобы был свет, это воем арашеме, это значит, что он выразил волю свою, чтобы был амирот, это выражение его воли, это его амирот, причем выражение воли, которое совпадает с результатом, потому что у него нет дистанции между выражением воли и результатом, его слово есть уже результат, Тора нам это описывает, Как описывать? Через ваёмы. Что он сказал. Значит, вот это вот Эмор Менад Вася Арбе, это нам Шамай дал такой совет. Чтобы наши слова, мы старались, были бы ёмкими, и тогда они будут порождать много. Чтобы слова были ёмкими, они должны происходить из корня человека переживать за Галу Ташхина. Если человек переживает за это, то он уже человек. Если он не переживает, он живёт для себя. Я если переживаю, то он живёт для Акадош Барагу. Не как лозунги. Вот лозунги как раз липовые. А он, это же про себя, никто же не проявит, нет рентгена. Значит, человек переживает за Акадош Барагу. А что за Акадош? Я буду за него переживать. Нет, за Галу Ташхина. Галу Ташхина это разрыв между ощущением его и им. И это очень плохо, что есть разрыв. Мы должны быть без крови милав, а мы рехоки милав. Мы должны быть близки, а мы с ним далеки. Это и есть Галу Ташхина. Потому что Шхина это общий комплекс всех душ еврейского народа, например. Это Шхина. Есть еще 20 других определений Шхины, которые, когда нужно, мы будем давать. Например, сейчас там, например, если Байзрата Шем начнем, Широ Ширим, то там это у нас, ну как бы, эта тема, обойти которой никак невозможно. Что такое Шхина и так далее. И там мы увидим много разного Шхини. Здесь это для этого урока не нужно. Да, пожалуйста. Как можно понять, что такое Мира? Что является Мира, что является? Какие единицы смысла, каждая единица смысла, которая возникает, когда человек говорит. Есть действительно хорошие слова, есть плохие слова, есть никакие слова, есть куски слов, фраз. Поэтому, что значит? Да, вы все больше, я вижу, опять по моей диссертации хотите пройтись. Это то, чем я как раз тоже занимался. Я как раз думала, да, нет, может быть и тогда. Не только это, нет. У меня же даже диссертация не только то, что да, нет, может быть. Но что такое фраза, что такое часть фразы, чем отличается часть фразы от целой фразы. Является ли часть фразы короткой другой фразой. Или часть фразы это бессмыслица, но целая фраза, это уже смысл. То есть, когда начинается смысл, иначе говоря. Не важно, что мне здесь скажем, это не имеет значения, но Мира это для простоты, будем сказать, это набор слов, включая одно слово, это тоже набор слов. Набор слов, которые в себе имеют потенциал выполнения, реализации. Если просто сказал, если сказать встать, то все понимают, можно реализовать это слово. А если просто сказал что-то, что никуда не предопределяет ничего совершенно, нужно еще сказать пару слов, тогда эта мысль станет понятной. Но мы этого не будем входить в дебри. А мира, как люди понимают о мира. То есть высказанная мысль, которую можно реализовывать. В теории. Не важно, может, фантастическая мысль, но в теории ее можно реализовать. Потому что слушатели понимают. Если это тарабарщина, то это не является мира. Любая мира должна иметь, как минимум, один слой поня. Тарабарщина без понятного слоя, это просто остается... Что может воздействовать, иметь силу, потенциал воздействия на какого-то... Наверное, чтобы что-то физическое изменилось в мире? Это я не понимаю. Что может воз... Что может быть в амира? Нет, просто поясните, что вы хотите спросить. Это что-то, что нанесет в себе потенциал действия, что-то, что причиняет, является причиной какого-то действия. Слушатель может с этим что-то делать. Слушатель это кто-то, что угодно может быть. Но должен быть... Не бывает амираста. Амира должна быть кому-то. Даже когда человек сам вдруг сидит в комнате и что-то произносит, то это значит, что он как-то тоже в руку обратился, например. Или мысленно видит кого-то и кому-то обращается. Но когда нет этого слушателя, только это что-то бросается в воздух. Я говорю, мы не говорим о психически нормальных ситуациях. Какое же здесь действие? Если я кому-то рассказывал, сегодня рассказывал, если бы дед был, какое здесь действие? Если вы сказали смыслную мысль кому-то, в виде рассказа о том, что было сегодня? Нет. Ну, не знаю, что было жизни моего дяди. Жизнь деда вашего? Дяди. Дяди, например, дяди. Не важно ведь кого. То если там заложено то, что сделает меня умнее от вашего рассказа. А, какая цель? Зачем вы это говорите? Просто была под впечатлением. Так вы же были впечатлением, сейчас передадите мне, я буду тоже под впечатлением. Это есть большое действие. Я не говорю, хорошее, плохое. Я не говорю, умно, глупо. Это не важно. Вы были под впечатлением, вы рассказываете другому. Если он проникнется, то он проникнется этим. Возможно, это будет побуждать его каким-то действием. Побуждение, это не обязательно слово встать, сесть. Или учи Тору. Не обязательно. Как мудро сказал Шамай. Это не значит, что я кого-то прошу учить. Но я ясно, что буду побуждать такую мысль, чтобы он бы задумался. Это есть Амирай. А Тарабарщи не возникает там? Я не знаю, я не знаком с этим. Тарабарщи вчера утром слышал. От этого возникают ангелы? Кто? Ангелы? Да. Я не знаю. Если у него кованот никаких не было, он сам не понимает, что он говорит, тогда они... Ну, думаю, что на уровне таком, чтобы не влезать уже в непонятные... бессмысленный разговор, тоже не хочется вести здесь. То тогда, я бы уверенно сказал, что в первом предближении нет. Если у него эта зашифровка его больших мыслей, но никто не понимает, то тогда это есть, но я думаю, что они... это называется Тлуим Веом Дим. Эти малахи. Они не могут задействованы, потому что никто не может понять ничего, что он говорит. Когда он удосужится перевести это на язык людей, они начнут действовать. То есть, он запустил что-то, что не играет никого. Получается так, из-за того, что вы сейчас сказали, что малах может начинать действовать, пусть с того, как он создан какой-то фразой, когда эта фраза произвела какое-то действие на другого человека. Был получитель, да. Получатель. Получатель. Тогда он может сделать шаг. Но иначе нет никого, она сказана в воздух просто. Поэтому, когда Гошем говорит Ва-Ём Ира-Шем, так весь мир это получатели. А Нур-Ём Ира-Шем тоже Ва-Ём Ира-Шем Эл-Му-Шем. Она Му-Шем получатель. Поэтому сотворение мира было просто Амирот, который мир был получатель. А тихо сам собой нет. Это висеть будет потом, пока это не выдастся наружу когда-нибудь. Или не никогда. Тогда это будет висеть просто. Опять, мы не говорим о больных людях. Нет. А там специальные каналы с Адама-Решем это, как говорится, слишком высоко. для нас. То, что с Адамом решено, а то тихо сам с собой. Да. Что вы говорите? А у нас через две мишны прямо это и говорится, что нет ничего лучше, чем молчание. «Иллома цати тоф лагуф тоф миштяка». Это здесь, прямо в нашей главе, в конце. «Иллома цати лагуф тоф миштяка». «Иллома цати миштяка». Да. Но тогда, если все время человек молчит, он не внесет ничего в этот мир. Кроме такого, что люди будут на него смотреть, если он какой-то уважаемый, и дела у него хорошие, ничего не говорит, но он делает хорошие дела, то, конечно, делами будет вносить в мир. Нет, если промолчал лучше, тогда дела. «Почти сюда это лучше, когда промолчал». Нет, тогда есть результат. Один уже сказал, новый человек, я никогда не жалел о том, когда я не сказал чего-то, и много раз жалел о том, когда я сказал что-то. Это не еврейский мудрец был, но мы его процитируем. Поскольку он не был мудрец от какой-то религии, мы можем его цитировать. Просто один типа общественный деятель, так назовем. Чертиль, я не слышал от него этого. Может быть, я слышал от другого человека. Вот. Но ничего. Без этого нужно быть осторожным, нельзя цитировать священников других религий. Потому что этим ты укрепляешь религию. Ты укрепляешь вода за равном мире, ты разрушаешь мир. А если просто общественный человек, или просто приятель, знакомый, сосед, не еврей, выскал умную мысль, можно сказать. Потому что в Талмуде им вообще вообще ни для чего. Они как бы для нас не существуют. В позитивном плане. В негативном еще может быть, в позитивном нет. Уж ничего позитивного заранее может быть. Это плевательство во Всевышнюю, что позитивно может родиться от таких плевков. Поэтому нельзя цитировать. Логично. Последнее осталось здесь еще. Последнее по времени. Вегове мекаберет колгадам басевер паним яфот. Это тоже чуть-чуть по-новому мы скажем. Как это понять? Ты мекаберет колгадам. Вы говорите про колгадам и не будете это повторять. Это другое. нужно. Ты принимаешь его независимо сделан у тебя хорошо или нет. Да север по ним яфот. Что это значит? Это внутренний мир твой. Свара север свара внутренний по ним это утро твое. Хорошо. Даже тот человек ничего ты не сделал хорошего. Но ты принимаешь у тебя настрой хороший. и таким образом говорится в наших книгах тиске лирот от шхина. Если ты так настроен, что ты положительно смотришь, тогда ты можешь достоиться чувствовать шхину. Вот мы говорим о шхине, опять не будем определять, что такое шхина здесь, не будем себя мучать, но тогда значит это самое. Значит ли это, что человек делает тебе плохо, и нужно быть очень довольны от этого. Нет, речь это просто ты кол-га-ада человека как такового. Кол-га-ада человека всего, со всеми его плюсами и так далее. Это не о поступке. К поступкам нет никакой рекомендации, не может быть ничего подобного, что к плохому поступку относиться хорошо. Нужно разделять поступок от человека. Человек поступил плохо, сам поступок плохой, не надо совершенно гладить его по головке и говорит надо же ник давно не встречал таких хороших дел. Плохо это плохо, можно промолчать, можно ничего не сказать, другое дело, как реагировать. Но это плохо, не надо на плохо говорить хорошо. Но к человеку относиться бессевер по ним нефор. Дарвис, он тебе ничего не сделал хорошего. И это говорится, что это как бы залог, так назовем, это лискот, лирот, это шхина, намек на это есть в трактате шаббат, на то, что если человек так вот настроился, то он что гуиске, лирот, это шхина, пнеишхина. Намек понятно, если у тебя твой по ним, в север по ним яфот, у тебя, ты хорошо настроен, ты начинаешь всюду видеть это, ты всюду видишь, что всюду и сокодожь баругу. И тогда, поскольку ты видишь, что всюду и сокодожь баругу, начинаешь постепенно это видеть. Это такое простое объяснение, я думаю, что даже понятно. Я не сделал ничего хорошего, ладно, еще можно хорошо, а если сделал плохое? Если человек сделал плохое, так к поступкам нужно относиться негативно, то есть отвергать. Не говорить, что он сделал плохое, надо какой ты молодец, продолжай дальше делать мне плохо. А так никто, нет нигде ни намека на это, ничего. Но к человеку не говорится, что к человеку, это уже очень слова, без север, север это свора, что у тебя внутри и представление, что внутри, по ним, внутри человека есть что-то хорошее. Он не проявляет себя, значит не проявляет, что я могу сделать. Но оно есть. Как только я так настроился, и мы здесь для простоты будем считать, что мы о евреях только говорим. Я не хочу обсуждать ничего другого здесь. Мы говорим так о евреях, то тогда евреи или геры, мы говорим о евреях, то есть дополнительно еврейская душа, как на сайте пишут. То тогда, поскольку есть дополнительно еврейская душа, значит понемеют его, имеет что-то хорошее или не имеет. Как оно может не иметь, если это прямо идет с неба. Тогда получается, что если у меня свора север, что это хорошо, в север по ним яфот, в моем мысли, они сувер, они хошев, что понемеют шело, понемеют яфа, в север понем яфот, они много значит, поэтому яфот, понемеют шело, яфа, хитсунют лавдавка, осед варим нораим, а понемеют шело, ламанки, яшлы не шамай терах. А каждое утре мы говорим, что мы говорим после нитяты дая лукай нишама шаната и тегурай так я говорю так про себя почему это отнимая право другого так сказать это же сидур для всех написано правильно да юсеф правильно для всех значит он тоже это скажет так я скажу и он скажет у него тегура у меня тегура так как какая у меня свора может быть о нем свора что по ним яфот у него понимаете логично все значит у него пневеют у него яфа хицуниют и другое дело вот это примерно наш разбор другой мишны та же мишна а совсем другое так что мне хотелось с вами еще обычно где-то нужно останавливаться я думаю что больше эту мишну не буду разбирать с вами еще много есть что сказать но как говорится нельзя так надо где-то останавливаться беседа спасибо за внимание так что даже дождь нам помог сегодня тем что не был сейчас я пришел не было дождь дождь Хорошая девочка, просто не кашла. Говорит, что Амбаму не хочет, не хочет. Короче, кушать, а не хочет. Говорит, что Амбаму не хочет.